Я сегодня без маски, потому что мы делаем запись лекции без студентов. Посмотрим, что у нас из этого получится. В прошлый раз мы проходили принцип математической индукции. Напомню, что это значит. Вот допустим, что у нас есть одноместный предикат. ПН, зависящий от натуральных чисел. Принцип математической индукции заключается в следующем. Если истинно П1 и долюбованная имеется импликация из ПН в ПН плюс Единица, то отсюда следует, что истинны все утверждения ПН. Как им конкретно пользоваться? Мы должны проверить три вещи. Первое. База индукции. Проверить истинность П1. Второе. Индукционная гипотеза. Предположить. Истинность ПН. И третий. Индукционный шаг. Из истинности ПН. Вывести истинность ПН плюс 1. Было доказано, что принцип математической индукции равносилен полной упорядоченности натуральных чисел. У любого непустого подмножества натуральных чисел должен быть наименьший элемент. Напомню, что наименьший элемент это такой элемент У, который обладает свойством, что он меньше или равен любого другого элемента из У. На прошлой лекции было доказано, что два вот этих утверждения равносилен. Принцип математической индукции и полную упорядоченность натуральных чисел. Проиндустрируем, как можно использовать принцип математической индукции для доказательства различных утверждений. Давайте сначала рассмотрим неправильное применение индукции. Примеры неправильного применения индукции. Первый пример. Замечаем следующее, что один, два, три, четыре, пять. Все они делят число 120. Присмотревшись, мы увидим, что шесть тоже делят 120. Отсюда мы делаем неправильный, в общем-то, вывод, что любое натуральное число делят 120. Это, конечно, вывод неправильный, потому что здесь есть контрпример. Семерка 120 нацело не делят. Почему у нас здесь наше индуктивное рассуждение не сработало? Вообще индукция это означает рассуждение от частного к общему. У нас есть несколько частных случаев. То, что здесь записано, можно подвести под пункт 1, база индукции. У нас есть утверждение общее, любое число делит 120. Вот база индукции у нас имеется. Она даже не только для единицы, но и для шести разных чисел подряд идущих. Но у нас отсутствует доказательство шага индукции. И, в общем-то, выполнить этот шаг индукции в данном случае невозможно. Хотя бы потому, что само утверждение, которое мы пытаемся здесь обосновать методом индукции, оно неверно. Возьмем более запутанную ситуацию. Давайте докажем, что все натуральные числа равны. Это сложное такое утверждение. То есть мы желаем с вами доказать следующее, что для любых n натуральных чисел n равняется m. Такое сложное утверждение мы разобьем на два более простых. Давайте сначала докажем каждое натуральное число равно следующему числу. Действительно, смотрите, мы здесь можем провести шаг индукции. Если n равняется n плюс 1, то отсюда будет следовать, что n плюс 1 равняется n плюс 1 плюс 1. Само утверждение выглядит сомнительным, потому что мы видим очевидный контрпример. 1 у нас не равно 2. То есть наше утверждение, которое мы желаем доказывать, не имеет базы. Шаг индукции провести можно. Ну, давайте сделаем вид, что здесь у нас все нормально. Что дальше мы желаем доказать? Давайте заведем себе такой вот предикат. pn Это такое высказывание. 1 равно n. Проверим базу индукции. p1 Это 1 равно 1 истины. Предположим, что истина pn. Это у нас индукционная гипотика. такая. А это означает, что 1 равно n. На предыдущем этапе мы доказали, как бы, что n равняется n плюс 1. Отсюда следует, что 1 равняется n плюс 1. А это есть pn плюс 1. То есть из истинности pn мы вывели, как бы, истинность pn плюс 1. И вроде бы по принципу математической индукции должно получаться, что для любого n pn истина. Не уходя далеко от этого вывода, заметим, что на самом деле, конечно, вот этот контрпример показывает, что, в общем-то, это отсутствие базы вот в этом выводе и отсутствие базы в случае n равняется 2. Если мы поставим 2, то наше утверждение сразу будет неверно. То есть мы видим, что 1-то не равно 2. Каким же образом мы сделали вывод и публикацию отсюда сюда? Мы воспользовались вот этим предыдущим рассуждением, которое было необоснованно. Ну а дальше очевидный получается заключительный аккорд. Теперь для любых n и m из множества натуральных чисел мы имеем n равняется 1, равняется m. И вроде как мы доказали. Доказали индукцией абсурдное положение. Но замечаю, что эта абсурдность следует из-за того, что мы неправильно использовали метод математической индукции. Здесь, конечно, довольно запутанное это рассуждение. Давайте я повторю примерно то же самое, но более наглядно. Отвлечемся от чисел и перейдем к ситуации более житейской. Проведу третье неправильное рассуждение. Докажем, что все кошки в одной масти. Докажем мы это с помощью такого предиката. П. Любые n кошек в одной масти. Посмотрим, что означает P1. P1 означает, что кошка, одна выбранная кошка одной масти. Это, конечно, истина. Бесспорно, никакого обмана здесь нет. Ну, описывать масти не будем. Это у нас, значит, база индукции. Индукционная гипотеза. Pn истина. То есть n имеющихся кошек одной масти. Любые. Фн. Выведем отсюда, сделаем индукционный шаг. Pn плюс 1 истина. Иллюстрацию буду этого рассуждения вести. Изобразим этих кошек. Нам нужно нарисовать некоторую такую довольно общую ситуацию. Нарисуем n плюс 1 кошку. Нам нужно еще и еще одну. Это n плюс 1 кошка. Мы их расположили в рядок, чтобы нам было удобнее анализировать эту ситуацию. и мы замечаем, что первый n кошек по предположению индукции одной масти их n штук. И вот эти вот последние n кошек, кроме первой, тоже одной масти их n штук. Посмотрим на предпоследнюю выставленную в рядок кошку. предпоследняя кошка входит в группу первых n кошек. Значит, она одной масти с первыми n кошками. Она входит в эту группу из n кошек. Но она также входит и в группу последних n кошек. То есть, кроме первой. Получается, что из-за вхождения ее в группу последних n кошек последняя кошка такой же масти, как предпоследняя. То есть, вот эти две если сравнить кошки, они будут одной масти, потому что они входят в группу из n кошек. Всех кошек кроме самой первой. Поэтому получается, что последняя кошка такой же масти, как кошки первой группы из n штук. Это рассуждение показывает, что мы доказали, что n плюс одна кошка оказались в одной масти. Поэтому для любого n для n истина. то есть любые n взятых кошек одной масти получились. Из этого следуют вообще все кошки одной масти. Потому что как бы мы проверяли это положение, мы бы интересующих нас кошек собрали бы в одно стадо. В этом стаде было бы n кошек и все они были бы одной масти. Однако наше наблюдение показывает, что доказанные ложно. Почему это происходит? Может быть принцип индукции неправильный? Дело в том, что вот это рассуждение, проиллюстрированное картинкой, работает не для всех n. Значит, доказательство индукционного шага работает только если n больше или равно 2. если n больше или равно 2, оно вполне правильное и убедительное. А что бывает в случае, когда n равно единице? Наш индукционный шаг в таком случае таков. Вот у нас есть одна кошка и есть другая кошка. Для убедительности можем даже ее немножко сделать другой масти. Смотрите. Как мы в индукционном шаге доказывали, что последняя кошка такой же масти, как и первая. Мы брали группу первых n-кошек, брали последнюю кошку из этой группы, она входила в группу из n-кошек последней, кроме первой. То есть была некоторая такая промежуточная кошка, с которой мы сравнивали две крайние. По предположению индукции вот эта промежуточная кошка была такая же, как и эта. Поэтому эти между собой одной масти. А в данной ситуации никакой промежуточной кошки нету между ними. То есть оказывается для того, чтобы срабатывал этот индукционный шаг, нужно базу индукции провести, доказать для n- равно 2. Доказать, что любые две кошки одной масти. Если бы мы доказали, что любые две кошки одной масти, из этого довольно очевидным способом уже бы следовало, что все кошки одной масти. То есть в базе индукции, которая использует вот такое рассуждение проведения индукционного шага, должно быть доказательство истинности P2, что любые две кошки одной масти. А вот эта иллюстрация нарисованная здесь показывает, что это утверждение неверно, доказать его нельзя. У нас видите, одна кошка белая, другая кошка серая, может быть, даже черная. То есть они разные масти. То есть база индукции P1 недостаточно для того, чтобы воспользоваться индукционным шагом. Таким образом, вот у нас получилось такое ложное доказательство. Ну а давайте докажем что-нибудь такое действительно истинное, полезное, чтобы стало ясно, что индукция все-таки нужна не только для того, чтобы делать ошибочные выводы. Пример уже серьезный, настоящий. Решить в натуральных числах 2 в степени N больше N квадрата. Давайте сначала попытаемся провести индукционный шаг этого утверждения. У нас есть предикат P от N вот он здесь вот и написан. 2 в степени N больше N квадрата. Нас интересует, до каких N это утверждение верно, до каких ложно. Проведем индукционный шаг, кусок индукции, самый последний шаг индукции, чтобы, как в предыдущем примере, оценить, где у нас должна находиться база этой индукции. пусть PN истинна. Давайте посмотрим, что такое PN плюс 1. Это есть 2N плюс 1 должно быть больше, чем N плюс 1 в квадрате. Ну, а это есть N в квадрате плюс 2N плюс 1. Нам из истинности PN нужно вывести истинность PN плюс 1. И такой вывод, когда мы будем делать, мы увидим, что он проходит не для всех N. Наше рассуждение. Давайте посмотрим. Значит, 2N плюс 1 известно, это есть 2 умножить на 2N, а это есть 2 в степени N плюс 2 в степени N. По индукционной гипотезе это больше строго N квадрат плюс N квадрат. А N квадрат вот это мы запишем следующим образом. Значит, здесь N квадрат, а здесь будет N минус 1 плюс 1 в квадрате. А здесь мы раскроем этот квадрат. Получится равно N квадрат плюс N минус 1 в квадрате плюс 2 N минус 1 плюс 1. А это больше чем давайте оценим N минус 1 в квадрате. Вот если бы мы поставили здесь единичку, здесь бы был бы 0 и мы бы никак не дотянулись до вот этого выражения. Чтобы дотянуться, здесь нужно поставить что-то побольше, чем единица. Даже двойки не хватает. Получается. Давайте начиная с тройки. Как только N больше или равно 3 N минус 1 будет больше или равно 2 а 2 в квадрате это 4. Поэтому здесь будет больше или равно N в квадрате плюс 4 плюс 2N минус 2 плюс 1. Мы видим, что это минус 2 скомпенсировалось с этой четверкой и это выражение можно сгруппировать так. N в квадрате плюс 2N плюс 1 плюс 2. И это больше, чем вот эта подчеркнутая часть собирается этим образом N плюс 1 квадрат. То есть мы получили если P N истина отсюда выводится но только при N больше или равно 3 истинность P N плюс 1 это у нас индукционный шаг. Посмотрим что нам здесь не хватает. Проверим для N равно 3 как выглядит наше утверждение. 2 в кубе это вуксель оно на самом деле меньше чем 3 в квадрате которое есть Е. То есть оказывается P от 3 сложно. Возьмем N равно 4. Здесь у нас 2 в четвертую это у нас 16 и оно равняется 4 в квадрате. То есть P4 тоже ложный. Может конечно так случится что мы проверим случай 5 6 7 8 и оно всегда будет у нас ложно и тем самым мы не докажем наше неравенство для каких-то N методом индукции. Но к счастью для N равно 5 невезение заканчивается. 2 в пятой степени это 32 а это больше чем 25 которое есть 5 в квадрате. Таким образом P от 5 истина это и есть база индукции. Получается что по индукции доказано что для любого N больше или равно 5 2 2 в степени N больше N квадрата. А что делать с остальными натуральными числами? Ну нужно их проверить до конца. P1 2 в первой степени это 2 это больше единицы которая есть единица в квадрате. Истина. И еще не проверим P2 это 2 в квадрате это есть 4 а это есть 2 в квадрате. Строгого неравенства нет это лучше. Все случаи разобраны. То есть первые 5 случаев от единицы до 5 мы просто перебрали. А начиная с 5 работает шаг индукции. Окончательный ответ решение здесь такое N равняется единице или N больше или равно 5 Вот мы решили нашу задачу используя метод математической индукции. Рассмотрим еще один важный пример отношения на множестве это отношение эквивалентности. Эквивалентность это рефлексивное симметричное транзитивное отношение. Обычно его обозначают токовым образом. X R Y обозначают обычно так X эквивалентно Y здесь у нас X Y в каком-то множестве Y в большом не пустом. Пример эквивалентности это равенство. Значит хорошо известный пример эквивалентности этого равенства. Действительно равенство обладает вот этими свойствами рефлексивность это X равно X 2 симметричность X равно Y отсюда следует Y равно X и транзитивность 3 X равно Y и Y равно Z отсюда следует X равно Z Но если бы все исчерпывалось одним только равенством наверное не было бы смысла вводить новое определение обозначение есть другие эквивалентности их очень много оказывается вся математика да и наше понимание окружающего мира построено на эквивалентности не строго говоря когда мы классифицируем окружающие явления или вещи мы сортируем их по признаку похожести и вот эти признаки похожести они обладают некоторыми свойствами эквивалентности ну например стул похож на стул если один стул похож на другой стул то тот стул похож на этот стул то есть первые два свойства вроде бы для похожести выполняются или например если Иванов похож на Петрова а Петров похож на Ситрова то Иванов похож на Ситрова но это уже конечно сомнительная похожесть почему потому что Иванов на Петрова может быть похож носом а Петров на Ситрова похож ушами это их отличительные признаки а Иванов и Ситров могут быть совершенно не похожи только на друг и носы и уши у них разные Поэтому, конечно, эквивалентности не исчерпывают способы нашего познания. Но и опять же, даже если мы возьмем непохожесть, а, например, отношение дружбы, Иванов дружит с кем-то, да? То есть отношение эквивалентности дружбы является или нет? Будем считать, что Иванов с собой все-таки дружит. И с собой, и с отдельными своими частями, с головой, с руками, с ногами, да? Да, рефлексивность, наверное, может допустить, что это верно. Если Иванов дружит с Петровым, то Петров, наверное, все-таки дружит с Ивановым. Сложно себе представить дружбу совершенно односторонне. Хотя, в общем-то, возможно. Третье. Если Иванов дружит с Петровым, а Петров с Сидоровым, то, конечно, в жизни мы знаем, что не всегда Иванов и Сидоровы дружат. То есть здесь у нас нарушение. Опять же, есть такое отношение близости. Если А близко к Б, то Б близко к А. А близко с собой. Ну и опять же, А близко к Б, а Б близко к С. Будет ли А и С близки? Третье отношение, транзитивность, оно в жизни как-то наиболее идеалистично выглядит. Но, тем не менее, есть эквивалентности за пределами равенства. Приведу пример. Потом я его разовью чуть позднее. А пока он может показаться несколько надуманным. Такой пример. Эквивалентность на квадрате натуральных чисел. Н на n. Это вот и есть наше множество х. Здесь мы будем считать, что пары натуральных чисел А и Б эквивалентны между собой по определению. Если А плюс Б штрик равняется А штрик плюс Б. Вот так вот замысловато. Позднее я объясню смысл такого вот выражения. И причем эта эквивалентность, она имеет очень древнее происхождение. Ей более 500 лет. Давайте докажем, что это эквивалентность. Первое. Рефлексивность. А, Б эквивалентна А, Б. Ну действительно, так. Это же означает, что вот эти нужно сложить. И вот эти нужно сложить. А плюс Б равняется А плюс Б. Истинная рефлексивность у нас получается. Второе. Симметричность. А, Б эквивалентна А штрик Б штрик. Это означает, что А плюс Б штрик равняется А штрик плюс Б. А что наоборот? Наоборот. А штрик Б штрик эквивалентна А, Б. Это равносильно А штрик плюс Б равняется А плюс Б штрик. Мы видим, что это одно и то же. Здесь только переставлены стороны равенства. То есть симметричность этой эквивалентности следует из симметричности равенства. Транзитивность. Наверное, это будет самое громоздкое, потому что здесь у нас будет три пары натуральных чисел. А, Б эквивалентна А штрик Б штрик. Ну, это означает А плюс Б штрик равняется А штрик плюс Б. Верно, еще А штрик Б штрик эквивалентна, ну, скажем, А со шляпкой, Б со шляпкой. Это равносильно тому, что А штрик плюс Б со шляпкой равняется А со шляпкой плюс Б штрик. Из этих двух условий мы должны вывести, что А, Б эквивалентна А со шляпкой, Б со шляпкой должно следовать. Это равносильно такому же гипотетическому пока равенству. А плюс Б со шляпкой равняется А со шляпкой плюс Б. То есть верно оно или неверно вот это равенство? Давайте посмотрим, где у нас что имеется. Ну, давайте выведем, попытаемся. Сложим два вот этих равенства. А плюс Б штрик равняется А штрик плюс Б. И под ним, как здесь вот написано, А штрик плюс Б со шляпкой равняется А со шляпой плюс Б штрик. Мы это все сложим. В результате у нас здесь будет такое выражение. А плюс Б штрик плюс А штрик плюс Б со шляпой равно А штрик плюс Б плюс А со шляпой плюс Б штрик. Посмотрим, что у них общего есть. Общего у них есть здесь и здесь. Одинаковые, штрихованные. Они равны между собой. Если мы их вычтем из обоих частей равенства. Отсюда получим А плюс Б со шляпой равняется А со шляпой плюс Б. Что и требовалось доказать. Итак, вот мы привели пример эквивалентности. Прежде чем объяснять смысл этой эквивалентности, поясню, зачем эквивалентность нужна. Значит, если на х не пустом задано отношение эквивалентности. Я буду обозначать его вот таким вот, такой волнистой линией, таким червячком. Тогда можно определить классы эквивалентности. Это вот что такое. Пусть у нас х маленький принадлежит х большому. Таким обозначением х в квадратных скобочках мы обозначим множество таких у из х, которые эквивалентны ху. Вот это и есть класс эквивалентности х маленького. Какими свойствами обладает такой класс? Первое очевидное, что для любого х из х, х принадлежит классу эквивалентности себя. То есть это не пусто. Второе свойство, здесь вот напишу, в любом случае, для любого х из х, это есть подмножество у из х. Может быть с этого свойства следовало начинать. Кстати, первое свойство, оно вытекает из рефлексивности эквивалентности. То есть первое доказывается тем, что х эквивалентно самому ху. Ну а здесь просто по определению. Третье свойство, давайте посмотрим. Для любых х и у из х, из условия, что у принадлежит классу эквивалентности х, следует, что х принадлежит классу эквивалентности у. Это следует из симметричности. Значит, у принадлежит классу эквивалентности х, это равносильно тому, что х эквивалентен у. А это, из этого следует, что у эквивалентен ху, а из этого, это равносильно по определению, что х принадлежит у в квадратных скобочках. Четвертое. Если классы эквивалентности х и у пересекаются, тогда х и у порождают один и тот же класс эквивалентности. Почему это так? Здесь используется свойство транзитивности, что означает, что классы эквивалентности х и у пересекаются непустым образом. Означает, что существует некоторый z из х большого, который принадлежит х, черная си. То есть, этот z одновременно принадлежит и этому, и этому множеству. z принадлежит х, и z принадлежит и у. А это означает, что х эквивалент на z и у эквивалент на z. Ну, используя симметричность, то есть их можно переставить в местах. Отсюда следует по транзитивности уже, что х эквивалент на z было бы полезно здесь такое утверждение. Дело в том, что если х и у эквивалентны, то они порождают один и тот же класс эквивалентности. Вот это утверждение. Ну, давайте его докажем отдельно. Докажем, что х эквивалент на у равносильно тому, что классы эквивалентности х и у равны просто. Это будет свойство 5, хотя четвертое мы еще не доказали до конца. Ну, сначала докажем в эту сторону. Пусть у нас какой-то элемент t принадлежит к классу эквивалентности х. Но это означает, что х эквивалентен t, но х также эквивалентен y. Поэтому отсюда следует, что t будет эквивалентен y. Здесь я использовал симметричность и транзитивность. Отсюда будет следовать, что t принадлежит к классу эквивалентности y. То есть показано, что класс эквивалентности х содержится внутри класса эквивалентности y. Обратное включение. Наши рассуждения таковы, что х и у в рассуждениях участвуют равноправно. То есть они взаимозаменяемы. Вот здесь. Потому что оно опирается наше рассуждение на понятие равенства множества. Которое симметрично. Можно x и y поменять местами. И все это рассуждение пройдет. То есть это записывается обычно так. Включение y в x оказывается аналогично. Поэтому класс x равен классу y. То есть эти множества равны. В эту сторону мы доказали. В обратную сторону. Допустим, что у нас класс x и класс y равны. Ну тогда это подходит под условие 4. Потому что они не пусты. То есть где у нас написано, что не пусты? 1 и 4. По 1 и 4. То есть они не пусты. И имеют непустое пересечение. Мы уже выводили, что отсюда следует, что x эквивалент на y. То есть пятое свойство доказано. И оно использует четвертое свойство в той части, где оно уже было доказано независимо от пятого свойства. И видим, что вернувшись к доказательству 4, мы из x эквивалентности y выведем с помощью нашего 5 то, что классы x и классы y равны. Вывод классы эквивалентности либо не пересекаются, либо совпадают. Это означает следующее, что на картинке это можно изобразить таким образом. Иллюстрация. x, допустим, нарисуем в виде какого-либо квадрата. И изобразим классы эквивалентности. Допустим, это у нас x1, это x2, это x3, это у нас x4, ну вот это x5. То есть множество x распадается в объединение классов эквивалентности. Это можно так записать. 6x равняется объединение по всем x маленьким из x. Ну, это слишком простое утверждение, потому что в каждом из этих классов эквивалентности x маленький лежит. Ну, и поскольку сам x, он представляется в виде объединения, это вот как бы по определению. Поскольку вот такое является подножеством такого всегда. Отсюда следует, из этого равенства, это равенство следует. Самое важное, что вот эти классы, которые здесь записаны, не пересекаются таким каким-то образом. То есть такого не бывает. Не бывает, что классы эквивалентности пересекаются вот таким вот образом. Какими-то частями своими. Собственными. И отсюда следует такая важная конструкция. Факторизация. Называется. Значит, определение. Пусть их не пусто, и есть отношение эквивалентности на x. Рассмотрим множество классов эквивалентности. Множество классов эквивалентности называется фактором множества x по эквивалентности. Фактор множества. При этом, конечно, непросто себе представлять множество классов эквивалентности. Вот оно выглядит так. Множество классов эквивалентности выглядит так вот довольно запутанно. Вместо этого можно выбрать представители. Значит, в каждом классе x можно выбрать представители. d x внизу. Ну, в смысле депутата, как бы, от тех, кто лежит в x. Если классы мы выбираем все разные, все депутаты будут разными, у нас окажется, что фактически наш x по эквивалентности он будет объективно соответствовать вот этим выбранным депутатом. Вот если бы я здесь написал x примерно x, то здесь были бы повторения. Нужно убрать повторения. Но в множестве мы повторения не учитываем. Если одно и то же у нас один элемент не всегда встречается, мы считаем, что просто мы его уже посчитали. Бывает другая конструкция, но это мультимножество, когда один тот же элемент может встречаться многократно. И вот эта кратность вхождения в элементы мультимножества, она важна. Но это совсем другая ситуация математическая. Тоже очень распространенная. Примеры давайте рассмотрим с вами. Я некоторое время назад привел такой пример. Там вот он уже стертый оказался. Вернемся к примеру. Эквивалентности на парах натуральных чистых. это вот когда у нас А, Б эквивалентно А штрих, Б штрих, тогда и только тогда, когда А плюс Б штрих равняется А штрих плюс Б. Это очень старая эквивалентность. Где-то в середине 19 века в Одессе была найдена книжка итальянская, написанная на латинском языке, касающаяся бухгалтерского учета. Эта книжка была написана примерно в 1490 году. Автором ее являлся монах и математик Лука Пачокин. Считается, что этот священник был учителем математики Леонардо Винчи и написал несколько книжек. Самая известная из древности его книжка была божественная пропорция, касающаяся золотого сечения. И вот была найдена после его смерти еще его одна книжка о бухгалтерском учете. Он излагал принципы двойной бухгалтерии, когда доходы и расходы записывались специальную, как позднее уже немцы назвали, бухгалтерскую книгу Гроссбух. Большая бухгалтерская книжка. В этой книге страница разделена на две части вертикальной полосой. Слева записываются доходы, справа записываются расходы. Принято называть одно и другое дебетом и кредитом. латинское слово дебет и кредит означает в общем-то одно и то же долг. Это сложно себе представить. То и другое доход и расход с нашей точки зрения. доход и расход и расход долгами. Только в каком смысле то, что ты должен кому-то и то, что тебе кто-то должен. Такая запутанность этого вопроса скорее всего связана просто специально. зашифровывает такое изложение усложняет вхождение в эту банковскую сферу посторонних людей. Надо вспомнить это были те времена когда числа еще записывались в Европе например римской нумерацией. В России записывались церковно-славянской нумерацией. Там не было еще десятичной системы распространенного в Европе. Тот способ записи который сейчас называется арабскими числами цифрами индийскими этого не было. римская система исчисления она предназначена приспособлена под сложение. Складывать в принципе легко. Нужно только помнить что если у вас накапливаются там всего лишь знаки до единиц до пятерки до десятки для десятки сотни пятисотки тысячи. Больше нет ничего. Когда складываются просто как бы они смешиваются в кучу. Нужно еще помнить что эта система не позиционная. сотни еще если мы какие-то знаки ставим слева значит что они должны как бы отниматься. Но они накапливаются то же самое и забираются вместе. Например пять единичек обозначается буковкой В пять сотен буковкой Д и так далее. То есть римская эмиграция она отчасти хороша для сложения. Но лишь отчасти потому что там есть запреты например нельзя две пятерки ставить. Ну две пятерки это одна десятка но и десяток больше трех нельзя ставить. Ну крайний случай четыре пять десяток это уже L ставится пятьдесят пятьдесяток больше двух нельзя то есть в конце концов они собираются и самая большая это тысяча M обозначается но больше трех буквах M ставить нельзя запрет ну крайний случай если ты совсем уже так сказать решил пренебречь правилами приличия четыре можно поставить опять уже нельзя то есть очень быстро заканчиваются такие расчеты просто переполнением регистра примерно как в компьютере старой эпохи конечно в той системе можно было еще как-то умножать но это было очень сложно фактически то мы когда складываем мы объединяем палочки мы как на палочках считаем а когда умножаем тут уже что-то более масштабное должно делать преобразование с этими палочками вычитание не предусматривается так вот вот эта бухгалтерия правила бухгалтерии бухгалтерского учета фактически означают следующее дело в том что вот этот класс эквивалентности пары А-Б это то что сейчас мы обозначаем как А-Б Лука Пачоли и еще сто лет после него не могли использовать знак минус знак минус тоже придумали банкиры и бухгалтера он раньше означал просто зачеркивание чего-то вот было в этой бухгалтерской книге написано какое-то число оно зачеркивалось то есть как бы в доходе он пропадал получился минус потом люди абстрагировались от этого и стали уже осмысленную операцию делать вообще знак минус появился только накануне 1600 года смысл класса от эквивалентности то есть бухгалтерский смысл класса от эквивалентности который мы ввели это баланс вот у каждого предприятия есть какие-то доходы которые может быть еще не пришли корабли везут их товары которые будут продавать допустим эта вот лавка за них уже уплочено то есть это уже хозяйские товары но они еще не пришли а есть долги кто-то может быть уже привез с ними не расплатились в итоге вот образуется что есть некоторые потенциальные доходы и есть некоторые потенциальные расходы представим время 1500 год примерно очень неопределенная болезнь внезапно хозяин лавки скончался как делить наследство допустим что его наследники не хотят жить в этом городе они хотели бы вместо этой лавки вот как вот обменивают квартиру из города в город обменять лавку в этом городе на лавку в другом городе как выяснить что они стоят одинаково до этого нужно сравнить потенциальные доходы и расходы на момент расчета этих двух предприятий и если эти предприятия имеют одинаковый баланс а-б то они равно заменяем а если они не одинаковые то значит кому-то из владельцев нужно доплатить другому владельцу вот например класс эквивалентности вот такой пароль он называется сейчас нулю ноль это такой баланс где дебет равен кредиту нужно сказать что в 1500 году знака нуля еще не было ноль он конечно необходим десятичной системе исчислений ноль стали использовать математике 1600 году или чуть-чуть раньше вообще те математики которые конечно перешли на вот эту индоарабскую десятичную запись они конечно были вынуждены использовать ноль как какой нулевой разряд но те которые использовали римскую нумерацию в этом не нуждались и поэтому в ходу ноль не было утверждается что во всех математических записях Джералама Кардана ни разу не встречается ноль уже в переизданиях более поздних его ноль стали записывать а до этого значит он без этого обходился в этот класс эквивалентности входят и другие такие вот пары 2-2 3-3 и так далее вот это все ноль что такое единица единица та которая была известна конечно это вот такой баланс 1-0 но сюда же входят такие пары 2-1 3-2 и так далее то есть там где дебет превосходит кредит на единичку но и здесь как раз возникает отрицательное число то что мы называем минус единички это класс эквивалентности такой пары 0-1 это долг и здесь же лежат 1-2 2-3 и так далее вот так вот появляются отрицательные числа и ноль такое их историческое было развитие произошли из банковского дела и чисто теоретика множественная оказывается что у нас n на n по этому отношению эквивалентности это то же самое что множество целых чисел z но это просто как символное обозначение множеств а каким образом мы от символов к числам то переходим нам для этого нужно задать две операции сложение и умножение они происходят по следующим правилам значит если мы умножаем складываем сначала a b плюс допустим cd это будет a плюс c b плюс b сложение происходит по компонентной но это естественно по происхождению то да одна лавка вот имеет баланс такой другая имеет баланс такой ясно что две лавки если они перешли к одному собственнику они будут иметь вот такой объединенный баланс для банковского банковского дела это более чем достаточно но для математиков конечно нет вообще аж до 1700 года шли дискуссии о том как умножать между собой отрицательные числа есть даже такой фрагмент дискуссии где Лейбниц написал в письме что минус единица умноженное на минус единицу это минус единица и один из братьев Бернулли которому возможно это письмо и было адресовано поправил Лейбница по всей видимости минус единица на минус единицу должна быть единица но доказать он это не смог почему потому что в то время еще не было строгого определения единица и минус единица это все доказывается в курсе общей алгебры уже из аксиом систем числоподобных колец полей у нас поля будут Бернулли просто этот факт обосновал косвенно потому что если мы считаем что минус единица на минус единица на минус единица из нее выводится некоторые противоречия а если положить что это будет единица то вроде бы противоречий не бывает поэтому лучше из таких прагматических соображений согласиться что так так вот произведение действительно сложное потому-то люди и не могли сразу до этого дойти это было за пределами их обычной обыденной практики умножать балансы смысл физически практически экономически не видно на самом деле ничего сложного запомнить такую формулу а именно просто мы вспоминаем что первое это есть а минус б а второе есть с минус д это у нас есть минус б ц плюс ад мы просто помним что знак минус как бы в этом способе записи запрещен мы сейчас пользуемся тогда его не было вот мы разносим все что со знаком плюсик в разные дебет кредиты все и так получаем таким вот образом формализуется множество целых чисел и мы видим что здесь участвуют отношения эквивалентности то есть целое число это есть продукт некоторого отношения эквивалентности на парад натуральных чисел сами натуральные числа это тоже конечно некоторая идеализация есть и другая аналогичная конструкция а б эквивалентно а штрих б штрих если по определению а на б штрих равняется а штрих на б доказывается что это есть отношение эквивалентности а классы эквивалентности по а б мы сегодня называем а делить на б если мы зададим еще сложение на этих пар и умножение сложение здесь сложно выглядит для этого нам нужно привести эти дроби к общему знаменателю записать сначала так а д б д а здесь написать с б б д они эквивалентны между собой вот это и вот это эквивалентно мы определим потому что а б равняется б на д ну и там наоборот а это уже получается а д плюс то есть дроби складываются по такому правилу вообще это где-то начале шестнадцатого века математики наконец-то решили что это так потому что вот были времена когда выпускники университета дроби складывали так как иногда складывают школьники числитель с числителем знаменатель со знаменателем реально были случаи что даже профессора некоторые преподававшие думали что дроби должны складываться так но нужно помнить что это времена были очень далекие тогда не было ни десятичной системы исчисления в те годы великим математиком прослыл один профессор который написал таблицу умножения 100 на 100 ясно что это огромный труд но с ним вообще-то справился любой современный школьник ну если калькулятор отобрать то конечно было бы гораздо сложнее но он все это делал в римской символике это конечно писанина огромная можно даже оценить какие у него были проблемы у него были серьезные конечно проблемы потому что вот 100 на 100 чтобы умножить это результат около десяти тысяч а в стандартной римской записи больше четырех тысяч записать нельзя значит ему нужно было как-то обойти этот запрет то есть большие числа обозначать то есть пять тысяч в римской нумерации нет обозначения до пяти тысяч и десяти тысяч церковнославянское это отходится тем что берутся единицы и к ним приделывается такой хвостик в зависимости от этого хвостика это означает будет ли это пять тысяч либо это будет пять миллионов но это уже более поздние времена это уже семнадцатый какой-то век накануне Петровской реформы гражданской а вот умножаются они очень легко по компонентам умножаются это вот в этом примере не путайте вот с тем а в этой ситуации у нас вот такие дроби мы рассматриваем как элементы называется Q с плюсиком положительные рациональные числа или дроби рацио на латинском языке означает разум то что можно постичь разумом вообще дроби люди давно интуитивно поняли потому что это было связано с непосредственно экономической жизнью ну и просто хозяйственной жизнью половина какая-то часть нужно было как-то измерять пол мешка допустим вот собрали мешок как поделить между двумя семьями по пол мешка то есть интуитивное понимание дробей было но она вот и такое было половина треть четверть как их складывать между собой то есть как дроби вообще представлять поэтому долгое время в университетах в рекосархметике входила такая теория как представлять дроби в виде суммы называется унипотентных дробей унипотентная дробь это вида 1 делить на n ну две третьих две третьих нехорошо записывать два мешка на три как поэтому две третьих записывали так это одна вторая плюс одна шестая пол мешка и шестая часть мешка это две третьих то есть легко проверять что унипотентные вот эти представления они задают нужную дробь а как их находить например 11 17 как разложить ясно что повозившись достаточно долго можно к этому прийти но мы сейчас просто не проходим эту науку а вот где-то в 17 веке в 16 веке значительная часть арифметики она заключалась в том что обучали вот этому искусству которое сейчас забыто потому что десятичная запись чисел она всех уравняла на этом мы закончим текущую лекцию но еще не все отношения мы с вами рассмотрели будет самое может быть полезное интересное для нашего курса это понятие функции функция она тоже задается с помощью некоторого отношения или даже обобщения отношения на множествах и это мы узнаем на следующей лекции не 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 ничего не не ничего не не не